Привет, друзья! Сегодня день номер 95. Саша на выходных приходил и занималась, а я вышел только сегодня. Сейчас посмотрим, чего я за сегодня поделал, а потом посмотрим, чего там Саша делает. Я занимаюсь такими маленькими-маленькими палочками. Помните, в прошлом ролике я говорил, что историческая часть лепнины закончена? А вот это уже будет немножко неисторическое. Сейчас я все подготовлю, сделаю, а потом вам покажу, чего получится. Создал некую интригу такую. Давайте смотреть, что Саша делала. Она делала вот чего. Опа! Уголочки отмазала. Вот, теперь они отмазаны. Вот так. А еще Саша вот в этой комнате сделала все углы. Помните, здесь протягивали по месту карнизик маленький? Вот. И она долепила углы везде. Штукатуркой добрала. И вот здесь тоже теперь все сделано. Здесь теперь везде есть уголки в этой комнате. То есть мы активно готовимся к шпаклеванию. А в этой комнате, где мы ставили новодел, а это было уже, получается, три дня назад, все уже высохло, и Саша сегодня подмазывает вот этот карнизик. В дополнение ко всему засверливаем несколько отверстий и туда, внутрь, как бы за молдинг, туда, за него немножко Саша задувает. Слушай, покажешь? Что, как я задуваю? Нет, как ты там насверлила. Только я, конечно, не шумела. Вот еще дополнительное отверстие. И вот. И вот. Помимо саморяда. Тут непонятно. Саша говорит, что ничего, как бы, непонятно. Я думаю, понятно. Идет карниз, и как бы за него, за тыльную часть, чуть-чуть еще подзадуть, чуть-чуть задуть еще за него, чтобы, может, где-то плохо приклеилось. Там же мало было приклеивания площадь, маленькая. Может, где-то что-то плохо, а тальза течет еще, и еще будет лучше. Ну, некоторые улучшения. Вот так. Уже подмазанное выглядит, только уже с утра подсохло даже местами. Вот так. Вот что-то такое я имел в виду. Вот оно. Там хрустит, слышите? Хрустит. Оно льется туда, внутрь. Жидкий такой гипс. Чистый гипс или с этой? Нет, со шпаклевкой. Иначе можно выдавить. Опа, сейчас лампочка у нас погаснет. А, ну вот, одной гипсовки хватило на раз, два, три, четыре, пять, шесть, на семь таких отверстий. То есть, я не знаю, поскольку там, ну, 50 миллилитров как минимум распределилось вот здесь сзади. Вот это имел в виду. И посмотрим вблизи, что оно тут намазано. Там Александр. О, так. Хорошо, мне нравится. Очень хорошо. Тут все красиво. Итак, что же за такие какие-то палочки? У нас тут были палочки. Вот эти вот палочки. Что это за палочки? Шаблончик двойной. Вот это заглушка. Я делал шаблон. Потенциально мне надо будет метров тридцать вот этих палочек. И поэтому я поставил заглушку. Что мне тянет много. А вытянул только одну, трехметровую. Я думаю, что многие догадались, что это такие какие-то палочки, да? Это наличники на окна. Вот они. Здесь два вида тяг. Одна чуть шире и чуть-чуть как бы выше. А одна поменьше. Когда-то здесь были какие-то родные декоративные элементы, колевки какие-то, что-то такое. Но сейчас их нет. Они, видимо, были под обоями, сносили штукатурку и они улетели понятно куда. Мы решили создать такой пример, как это могло бы быть. Не, изначально у нас было много тут всего. Вот столько всего. Тут мы рисовали, придумывали как бы вот так. Либо вот так. Какие-то фигурные, хитрые. Разрисовали все стены этими наличниками. И не могли никак с собственниками прийти к какому-то общему знаменателю. Чего бы они хотели. А чего вы хотите? А мы не знаем, что мы хотим. Ну, давайте вот так. Ну, мы не знаем. Может быть, по-другому. А может быть, так. Есть один исходник. Есть одна исходная точка. Сейчас покажу ее. Исходная точка – это наличники, которые теперь будут в этой квартире. А они будут вот такие. Они будут прямые. То есть, здесь есть какая-то микрофаска снята, но это просто прямой наличник. И такой же прямой наличник будет и здесь. Он будет везде. Один и тот же. По всей квартире. Простой прямой наличник. Вернемся к фигурным наличникам. Моя мысль такая. Первая мысль. А, у нас есть широкие, широкие такие прямые наличники. Уже они будут везде. Они будут вот здесь, например. Рядом прям. Рядом с окном. Зачем выдумывать какие-то хитрые другие профили? Архитектор позаботился об этом сто лет назад. Он уже все выдумал. А мы, делая какие-то хитрые, там, фигурные, как мы сами себе чего-то хотим, какие-то наличники, какие-то другие обломы архитектурные совершенно, которых здесь нет. Мне такое кажется неправильным. Мы, скорее всего, не попадем в архитектурный стиль помещений, если будем выдумывать отсебятину какую-то. Это тоже отсебятина. Но она сейчас, в данный момент, привязана к линейным размерам, которые у нас есть. У нас есть вылет уха подоконника. Вот он. Это первый размер, который мы должны учитывать. И у нас сверху есть карниз. Так вот. Основная планка, основная вот эта вертикальная планка, скажем так, она толщиной, как первая полочка. А пятка, собственно, а это и есть пятки вот этого наличника. Как бы я их назвал, может, кто-то назовет их по-другому. Потому что это и есть начало и конец. Без начала и конца, просто пластинка, это будет, ну не знаю, бессмысленно. Смысл есть, когда есть начало и есть конец. Так вот, вот эти пятки, они толщиной в первое поле. То есть, есть первая полка, а потом есть вторая полка и дальше поле. Вот это и есть толщина пятки, собственно. Таким образом, мы привязались к верху. Мы разграничили, использовав пятку, потому что привезти... Ну вот Саша подумала так, что привезти просто прямую палку и воткнуть ее в живой какой-то свой родной карниз будет как-то тоже странно. Поэтому мы сделали разграничение и здесь положили начало. Вот такое какое-то соображение. Во всех остальных комнатах, там где возможен поворот этого наличника, я вот попробовал такой вариант, Г-подобный. То есть, когда у нас пятки, разворачиваются буквой Г. То есть, пятка, она длиннее по вертикали в два раза, чем по горизонтали. Вот так, как вариант, просто как вариант, чтобы показать собственникам. Если им вот это не понравится, ну тогда посмотрим другие какие-то варианты, которые у нас были, либо еще что-то поищем. Не будем ничего делать, не знаю. Как по мне, мы ничего не нарушаем, вписываемся вот в эти вот будущие дверные наличники. Ну и замечательно. И главное, не выдумываем отсебятины какой-нибудь там. Как бы можно было бы, как бы было бы, например, красиво или не очень-то красиво. Архитектор работал, архитектор реально работал. И поэтому оно, вот, выдуманное им, выглядит очень слитно и хорошо. Влезать в законченный такой-то ансамбль своими какими-то другими изломами, я бы не хотел так делать. Но если надо будет, ну сделаем чего. Но он уже все придумал, да. Яркий свет здесь, он мигает. Но я хотел поснимать еще, как Саша тут занимается, хоть чуть-чуть. Ну что, этот пример наличника подсохнет, побелеет и уже будет более-менее понятно. Сейчас не очень понятно, как это все выглядит. И здесь, по-моему, планируются какие-то обои, типа, как серые, что-то такое. То есть, не белые-белые, какие-то вот с каким-то цветом. И наличники, скорее всего, эти или какие-то другие, они будут краситься в цвет лепнины. Скорее всего, так будет. Так, а здесь Саша все подмазала. Ну, все подмазала вообще. Вот теперь вот так. И вот здесь. Все подмазано. Завтра будем шкурить уже вот эту комнату, грунтовать все-все-все. Ну, скорее всего, так будет. И будем приступать к шпаклеванию. А это все будет сохнуть. Вот такие дела. Как-то так прошел наш сегодняшний 95-й рабочий день. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok